Добрый день. Это Юля, она будет вашей правой рукой по кадру. А как именно? Насколько мелко нужно? Крошечью, вилочкой, разъемкой? В смысле, скажем, вилкой. Вилкой, да, разъемкой просто, да? Да. Хорошо, а сколько яиц? Ну, скажем, 4 яиц и 100 грамм масла. А вы уже в кадре, да, масло будете добавлять? Перемешивать. Тогда в кадре перемешивать. Хорошо. И килька, да? Да. Флажок я возьму. А и чтобы было вам веселее рабочий день, привез конфеты тоже. Может быть, вы ведущим подарите? Да. Флажок мы берем тоже как рекомендует. Слушай, украинский нужно хлоп найти. Есть? Да. На четвертом? Нет. У тебя? Да. Я не подумал, у нас же Иван Натальин есть маленький. Тоже можно было подарить. На следующий раз. Да, да, да. Думал, что в утренней программе без... Без спиртного? Но пить-то никто не будет. Присаживайтесь. Добрый день. Я здесь иду, 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 иду. Мне кажется, он просто проспал, но чтобы никто не узнал, решил сделать подарок для вас, для меня, и букет цветов и вкусных конфетов. Я думаю, что не будет. Я думаю, что он приедет с пакетом и шоколадными циферками. Вот есть варианты, да. Да, да. Будем добавлять книжу. Кто-то пишет, что он за хором потребует. 15 лет. Ну, сейчас уже 7-13. И еще какие-то хвилини, возможно, вы угадали. Ну, и еще интереснее. Есть варианты, какие-то хвилина. Это, конечно, необычная рыба. Они изменяли историю целых стран. Например, экономика Лидерландов. Еще в 15-м веке. Они даже установили памятный рыбалец, который открыл целых гранулансов. А на этой марте вы сейчас увидите, где живет оселевец. И там снова селевец, который называется салат. Как Киев, слава богу, я не вижу. Я сегодня введущая. Поздравляем эфир. Вот видите, если однажды. Вот, это случается 1 в несколько лет, когда вот это стоило. Это, как мы нашли. Киев, конечно. Как мы нашли, как мы нашли. Я вам в следующий раз принесу наш национальный ликер, очень популярный в советское время, вообще, называется «По-наталин». А, ну кто же не пил «По-наталин». У всех суровое советское детство, все знают. Но до сих пор его любят. Да. Если бы я знала, что какие-то подарки будут, я бы уже взял. У меня есть такая маленькая подарочная бутылка, не пол-витровая. Принесу. Вот этого получается какая-то ссылка на интернет. Да, ссылка на ютубе, она будет готова приблизительно в 12 часов в день. С 11 до 13 минут, наши коллеги заливают, и я вам пришлю. Вот, кого надо снимать. Ну это очень мило. Вот радость жизни. Вот это да. Собака! Иди сюда. Пи-пи-пи-пи. Добрый день. Познакомьтесь, пожалуйста, с таким поселком. Пано Герц. Можно говорить по-украински. Доброго ранку. Пойдемте. Здорово. Доброго ранку. Так, здорово. Подождите, кусочек. Люда, скажи, что Русья готова заходить. Вы его Русьей называете? Да. Ну, правильно. Руслана Людмила, кстати. А Людмила кто? А Черномур, наверное, тоже есть. Вы знаете, далеко не все понимают, когда я говорю, что легко запомнить, как живут ведущих Руслана Людмила. Уже далеко не все понимают, о чем я говорю. Ну, мы еще понимаем. Руслан пришел. Руслан, лучше ДСМ тебя выпустят. Да, прекрасно. Ты не въездной. Я не въездной. Это такое счастье. Это такое счастье. Галя, а когда мы собачек в предыдущий раз покажем? Потому что, чтобы, знаете, ловить их, они тут бегают, чтобы мы подготовились. Только нам где-то за минуту можно, потому что они разбегаются, чтобы мы успели их ловить. Спасибо. Ага. А что, здесь много? Две. Это мы ищем им, это собаки из приюта, мы ищем им семью. Я понял. В последнюю неделю у нас такой проект. Социальный живот. Это круто. И всегда мы ходим. Да. Я попросила за минуту предупредить, чтобы это можно было собрать. Я уже заметил, он как кот. Это она? Она вообще. Да, это девочка. Девочка тает. Да. А вы им заведуете? Ну, они с вами? Да. Алла сказала, что вы таким образом ищите им хозяев? Да. Ну, это социальный проект. Они сейчас собирают наши из приюта. Ну, хорошая. Ну, собака – это ответственность. У меня был, у меня было 12 лет бультерьер. Да. Я его с поводка не спускал с рождения, потому что он был злющий. Вот. И его ж никуда не отдашь. Поэтому я от и до все знаю, как иметь собаку. Да, да, да. С собака с котами немного больше. В каком-то мере, да. Все. Знаете, как показывают, да? Перед концертом и выходом на сцену. Да, 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 давай, давай. Готов, готов, да. Ну, давай. Готов. Ага. 30. Окей. Теперь надо быть готов. Если мой ответ будет совсем с чем-то другом, тогда она не точно понимает, что я не понимаю. Ну, вы же нормально понимаете, даже по-украински говорите. У наших предыдущих тоже можно с ними шутить, если вам захочется их в чем-то подколоть, а мы только за. Ну, подколоть это мы можем. Хороший? Да. Ну, потому что у нас очень живой эфир, она не по-своему идет четко, а это живой разговор. За это нас и любят. Я Герту как раз сказал, что вот мы дома в Украине всегда смотрим только один плюс один. Это действительно так. Утренний эфир. Да, да. Все именно так. Вот только хотел сказать, что друзья вчера из Лас-Вигаса, они там живут, прислали. Вот эти вот камеры. У них там дом. Они, я им говорю, у нас зима же. Всем доброго рану. Спасибо. Ой, друзья, а что можно сказать? По-перше, овцы, перепрошу. У меня вот сын как раз поклонник ведущих. Приводите в гости. Ну, а вы... На экскурсию. А давайте. Со семьей приходите. Точно? Ну, конечно. Я работаю на эфирах с этой парой ведущих, я всегда могу вас привезти. Вот я привязана именно к ним. Со среды по среду. Мы попробовали себе угодно. Ну, оце, оце. Годим у селекции для того, чтобы выгодить сейчас без срок. Так, так, так. Будем уверены, что у вас способствованы. Будем там выгодить. И рыбкой тоже пахнет, что я не покажу. Так, ну... Русь, можно запрошивать пана посла или нет? Русь. Да. Окей, окей. А, мы сидим за столом сначала, да? Еще раз, Аллочка, последняя информация, будь ласка. Аллочка, остальные, будь ласка. Аллочка, остальные, три, будь ласка. Виртуальное гримадянство. Другие в эстонии, однако, красотское транспорт, и запортовый паспорт, и проезды. Серед найвищих планах, як же мережа для беспилотного керувания АКТО. Эстония дикует свет своей уникальностью не лише среди технологий. Ви також трудно називати країною з розвинутим туризмом, пісенною та рекреаційною традицією. Держава також розвиває москвичну праву та неабия копікується екологією. Крім того, эстонцы любятели необычных розваг. Влаштовують чемпіонати катання верхи на плечах, маракони з походів до лазні, та пишаються своєрідним національним спортом. Випробовування екстрим-продов. Ще ближче з уникальною країною прогресу ми познайомимося у студії «Сніданку». Сьогодні її гостем став надзвичайний посол Естонії в Україні Герд Антсу. Ну і перше приймемо ефіріс «Ніданку», власне, бо буде ця людина. Зазначимо, що 24 лютого День Незалежності Естонії припадає на вихідні, а ми сьогодні про це говоримо. І з чим ми трохи наперед вітаємо надзвичайного та повноваженого посла Естонської Республіки в Україні. У нас в гостях Герд Антсу. Доброго ранку. Естонського роду, доброго ранку. Герд Антсу. Правильно? Чудово. Навіть трошки така мелодика співпадає з естонською. Відкремо зараз всі такі, знаєте, на стереотипи, сприваються естонською мовою. Чому, коли говорять ухайдінською, то завжди такий прономс естонський та французький? Чого це залежить? Російська мова, наприклад, це для нас іноземна мова, так що трішки... Це буде трішки легше російською. Так, це буде трішки легше російською. Так. Ну, а зараз до важливого, пане посол. Представник естонського військового відомства Густі Сальма, власне, 20 лютого, заявив про те, що характери інвестицій Естонії в оборону показує, що держава готується до війни. Цитата. Найважливіше, що я зараз скажу, незважаючи на те, що це політично, трохи не те, що це політично, це некоректно, але з реальними інвестиціями оборони і будівництвом сил оборони, ми, по суті, сьогодні готуємося до війни. Кінець цитати, сказав він. Власне, пане посолу, що це означає? Ну, по-кому, це означає, що це страшно говорить прямим текстом в СМИ. І можу только сказати, що кожен воєнний, коли утром поїде на роботу, підготується до війни, це робота воєнних, і, в общем-то, з кем там воєвати ми не збираємося. Так, відповідь отримала. Ну, треба сказати, що Естонія – країна лідер у провадженні електронних послуг. І цікаво, звичайно ж, за рахунок чого вдалося так швидко вийти на перші позиції, і наскільки, як саме це покращило життя Естонії? Зачем у нас такий успіх? Ми дуже ровно починали, вже 20 років тому. І завжди була така політична боя, щоб стати хорошою електронною. Тому що, ви самі знаєте, виходя з СССР, нічого не було. В інформатіки ми були на останній місті в місті. І щоб вдогнати інших, звичайно, треба було дуже швидко вдягнути інших. І технологія, я думаю, поїтичка буде навіть важніше. Наприклад, вже вже 20 років у нас в електронних правительствах є мислення, що министрів за Столону, коли засідання правительства, вони сперва були на місці, з компьютерами, зараз придуть вони своїми і всіх завжди заставили. Вначале треба було заставити їх, використовуватися, що якщо хочеш говорити про чому-то на засіданнях, то треба робити галочку. І привыкли до того, що придуть безпумаг, і все швидше і легче. А що стане легче для нормальних людей? Ну, в сьогоднішньому дню всі привыкли, що все можна зробити в Естонії з допомогою комп'ютера, з допомогою інтернету. Наприклад, вчора починається в парламентській выбор, і ми можемо зробити інтернет, я це зробити в своїй офісі вчора, і це близько 10-15 секунд. І в ці дні естонці дефектовують свої доходи за минулого року. І через інтернет це близько 3-5 минути. Дякую, дякую, дякую за цю відповідь. Друзі, зараз не перемикайте, будь ласка, тому що сьогодні сніданок по-Естонськи. Будемо готувати в День Незалежності нашої братні дружні країни День Незалежності Естонії на кухні-сніданку естонську коронну страву. Про інформаційні впливи, про мову про книги, наскільки Естонії вдалося за часи Незалежності відкриватися від Росії, будемо віддалі не перемикати. Так, друзі, зараз переходимо на ранку, правильно? Пане послу, це... Скажіть, а я залишаюся тут? Так? Так. А пану послу даємо фартук? Пане послу, будь ласка. Так. А, так? А, так? Серьезно? Так? Так? Так. Так. Чуваєш, галочка? А, ми зараз просто про кухню в Естонії, а після вже розмово. Це центральний канал, так? Так. А утреннє шоу? Так, так, так. А вообще, в Естонії відходить до телевизора? Ну, я понимаю, що ти це згумієш, але все равно не в таких країнах, в России, воно, збільно інформаційні кнопочки на телевизоре. Ну, у нас неможливо менше, ніде тут, скажемо. Але все-таки це дуже важливо. Так? Угу. Далі ще зайвим тога. Ну, так. Тере. 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 Хомин. Хомин. Хомикус. Хомин. А, не г, а х. Хомин. 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 Тере. Хомин. 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 А скільки? Хомин. Хомин. Кадалі. Доanneх сядує? «Т måste яação. А, generateйся? Г taught детей. Физène от effычайности. А сколько? Что за ст toner? Вolf Auto kids. И на solventу косыice? У нас сколько? Кальнице, у нас 50 г рублей? У нас сколько? У нас есть Porque чем? Андрей. Л levant? Теория Хомикуст. Саме так, где звучит доброго ранку, боя истории с ней сегодня с надзвичайным поважением в основном Эстонии. Готовим в снятанку с демпиусами эстонийскую справу. День незалежности Эстонии. Пане посол, какая популярная справа с демпиусами эстонцев? Муравы, которые у нас сегодня, это такая популярная демпиуса, я в Киеве, конечно. Так, килька, килька, потому что в Вихідном море есть. Да, это наша местная рыба из Ватинского моря. И ее можно смажить, варить, засолить. Но это как будто маринирует в разных, во многих грязностях. Так, у нас ингредиенты. Яйца, которые мы натерли на крупнике, это сель, цибуле, масло, власне килька, не салона, а в ротному соли. И хліб литовский, эстонская страва с литовским ассентом, что-то такое. Ну это в таком духе, в таком добром состоянии. Да, это прекрасно. Так, отецкие страны. Украины, так, давайте начнем с чего? Так, смешиваем, яйцо и масло. Масло на кимнатной температуре для того, чтобы этот процесс могло легче. Ну и в принципе правильно так будет, потому что и не обмачивалось. Так, десь четверть этого губика. Ведетка. 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 Так, панец посол, скажите, какие книги исторических авторов, сучасных или не сучасных, вы рады читать украинцам? Самый хороший эстонский автор это Ангус Кигера. Он пишет такие интересные книги о духе эстонца, но в общем-то юмористично, но и реалистично. Ну, я думаю, его произведения нет пока еще на украинском языке, но, наверное, можно читать на русском. Ну, по-любове, публикование очень хорошее собрание стихов с ориганной эстонской профессии. Так что это можно читать и на украинском языке. Вот мы начали говорить про книги, но, конечно же, я думаю нашим родичам, и тоже будет очень интересно, потому что мы говорили про то, что электронные послуги вас, вашу страну поставили на первый уровень, вы перши в этом. И все перейшли на компьютер, и так все электронизовано. Но, как дальше люди с этим справлялись? Люди похилого веку, насколько легко было стихи за компьютер и абсолютно все операции проводили? Государство организовало и курсы, в том числе для пенсионеров уже много лет назад. И, наверное, сегодняшние пенсионеры, ну, наверное, многие из них и на компьютере уже работали во время своей работы. И я уверен, что и для них все-таки легче делать, например, платежи за комуналки через интернет, чем зайти куда-то в банк. Но были какие-то программы, которые научили, ну, научные программы, или это вообще не было проблемой для вас? Ну, я думаю, это всегда новые вещи. Это трудно, особенно для более старых людей. Конечно, но теперь уже все, я думаю, использование какого-то уже нормально. Да, да. Так, друзья, закрутка пауза, кілька секунд, мы повертаемося, покажемо кинцевые варианты с тоннской справедливою национальностью справа. Так. Мы кажемо про... Начитку даемо? Уже начитку простралили даемо. Так. Да, да, да. Да, да, да. Сколько у нас сейчас? Две кудры, да? Да, пан Пасол. Да, 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 да. Пан Пасол, будь ласка, еще локонички, чтоб нас снова призывает. А мы сейчас заявим страва блюда, ты приходишь, пробуем. И кивечку сверху, да? Как весело! Это, знаете, я вам скажу, что это, я бы сказал, украинская запуска, под горивочкой подходит. Вот это тоже можно, что у нас весело откинувшись. Так, соль, 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 соль. Соль, соль, соль. Соль, 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 соль. Соль, 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 соль. И какие пенсии сейчас в Эстонии? Сейчас. Пенсии, в Эстонии. Пенсии? очень много украинцев, потому что нам своим не хватает. А если в Италии зарплечены едут кого-то доглядывать, в Чехию строить, так же в Польшу, а когда едешь в Эстонию работать, то на главной профессии можно взять, руководить и реализовывать? Разное. С другой стороны у нас такая айти страна, так что… Айтишники? Айтишники? Ну, с другой стороны простые там работники строители и сельском хозяйстве, там, домик коров. Так, Люда, пожалуйста, мы приготовили сегодня эстонскую закуску, которая очень любит другим расам и украинского стола, потому что не хватает захотелших. Я могу так? Так. Всего достаточно. Всего достаточно. Очень вкусно. Особенно, что я очень люблю рыбу. Дякую вам. Спасибо. Сніданку был надзвичайно поможем посол Герц Ансу. День незалежности Эстонии. Сьогодні снідан был по-эстонски. И до побачения эстонски будет как? Херлайн. А доброго ранку? Терегамикост. Терегамикост. Оперед ТСН, Святелинчук, доброго ранку всему, мы продолжим. Спасибо. 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 У вас процентуруемо. В Идаруси далося обликнуватися значительно? Все-таки вплив великий. Еще давно ж одному жвірунаш за награду посол Герц Ансу. Да. Я не знаю одного русского певца после Ангела Бугачева. Или футболистов. Для нас все. Новое поколение не знают. Или футболистов, или футболистов, или футболистов. Новое поколение все знают или футболистов не знают? Да. Люди на русском уже не говорят. Это жаль, конечно. Проблема для дипломатии. Теперь мы соответствуем с университетом, чтобы они учили молодых дипломатов говорить на русском. Ага. Все самое, что касается дипломатии. А у вас людей много выезжают? Или вообще не выезжают? Ну, как у нас. У нас массово выезжают на заработки в другие страны, там Италия, там Польша. Раньше уехали, и особенно для нас в Филлянге очень недалеко, полтора часа на пароме. И многие эстонцы туда поехали, но это можно возвращаться и на выходные. И теперь уже люди возвращаются нам, ну, в смысле, навсегда. Последние три года больше людей въезжают в Эстонию, чем выезжают. И молодежь остается, да, в Эстонии? Ну, конечно, многие учатся в зарубежных вузах, но это и хорошо, конечно. Но они возвращаются потом после этих, или там большинство остается тоже, да? Остаются, но все-таки просто позднее возвращаются. А вот если говорить о медицине, то эстонцы довольны? Ну, в этой сфере люди всегда не довольны. У нас очень хорошая медицинская система. И на доброго раунгу. Те повстрелы не могут идти, чтобы попасть там в хирургу, например. Ну, да, надо месяцами ждать. У вас тоже система усилий на работе? Да. Да, да, да. Страховая медицинская? Да, да, да. Фура, как вы видите, лежит на боку. Від кабину мало, что же лишилось. Все так вот бежмякалось. Ну, несколько месяцев. Прицеп и цеглою розкритый. И цегло расправится скидана шмальками. И пока еще никто тут ничего не проверяет. И вы видите, что фура лежит на сходах. Но вверху у поколи, в улице Лютиранска, где находится администрация президента. И там видно, что фура летелась выйти по дороге. И по дороге зачепил легковый автомобиль, у которого уехали. У нас есть украинские пациенты. И я, например, в Киеве, он сказал, что и коммунальная техника, она мила бруківку. Поскольку по дороге они разлили мастили. И говорят, чтобы больше никто не поклил по нему. Вы захотели или нет? Это предупреждение всех, что похоронили гайма, и поэтому ее понесло збори до низ. В кабинете было двое водителей. Они получили легкие поранения, легкие ушкоджения. Их оглянули медики и забрали до лекарни. Ваше, скажем так, видение. Поскольку же в общательстве и по союзе. Вы не говорили вообще, почему этот умолчил на Меркель из-за того, вместо вимедований главных правительственных государств, и лучших платить северных баллов, все-таки, откуда Украина будет строиться. Потому что это все-таки зависимость в будущем от России, которая сможет выкручивать и закручивать вентиль, и по большому счету манипулировать европейскими направлениями. Я думаю, что Меркель, конечно, говорит, что надо сохранить по поводу Украины. Как это можно сделать? Потому что есть по-черному морю, есть по-черному морю. Я не совсем уверен, что у них хороший эффект есть. Жена не есть. Украина написана на главной странице интернет-ресурсов. Да. По большому счету, я не скажу. Мы, конечно, многие в этом смысле немножко рачивались, потому что Меркель видели именно того лекаря европейского, это ошибка. Ну и по большому счету, еще воспринимают так, что... Я думаю, что Меркель, это не всегда получается. Я думаю, что ты играешь в шахматы, а оппонент не играет в другие игры. Я думаю, что это, конечно, разумно. На Эстонии, в принципе, по большому счету, то есть, в районе Аубас-Нарба, получается, самые близкие, близкие, да, границы. Да. Это самые русские границы. Да, самые русские. 95% людей. Никто никого не объясняет, кто если говорит о русском в истории. Просто нет. Нет. Никогда не было. Никогда не было. Никогда не было. Это миф. Миф. Как и у нас. Россия рассказывает о том, что тот, что у нас стреляет за русский язык, а самый русскоязычный из западных городов – это Львов у нас. Потому что там в магазинах ходишь, спокойно на русском языке, просишь какой-нибудь продукт передать себе, на тебя смотрят, и отвечают на русском языке. В магазинах Львов. Так и есть. Мы недавно были. То же самое все. Да. Российские пропаганды, которые не остались под час позитивных сексий, голова райрады СССР, конечно, они работают, потому что они этого не видят. Но, с другой стороны, лоскоязычная часть населения, они, конечно, смотрят русские границы. Они, может, и на работу. Вой! 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 До свидания. До свидания. Надо было на стане. Да, мы идем. До свидания. Все хорошая. До свидания. Алло, проходите. Не, не, я со спины. Вас никто не узнает. Ну как, Герт, нормально? Нормально. Я думаю, что мой русский язык, несмотря на обученное время, все в порядке. Все в порядке. А, это куда? Я вот из своей практики. У меня же музыканты в группе. И вообще, с кем я работаю, только эстонцы всегда были. Эстонцы многие говорят по-русски. Даже молодые. Молодые, это странно, кстати. Ну, совсем молодые, да. Ну, скажем, те, которые парни, с кем я работал, они уже сейчас не молодые, но тогда были молодыми, все равно многие говорили. Да-да-да, но такого нашего возраста. Ну, конечно. И мне всегда говорили, церковь говорит по-русски, но, потому что пока я буду говорить по-эстонски, это займет, ну, скажем, три раза больше времени. А мы работаем, мы же что-то делаем, и все как бы говорят. И у меня при всем желании не было той практики, которую бы я хотел. Ну, правда, потому что особенно когда работаешь, особенно когда эфир там, или концерт, или что-то еще, обсуждение, нет времени ждать, пока я там четко скажу. Вот туда. Да. Поэтому, как бы да, Герд прав совершенно. Все переходят на русский. Но многие русские, особенно те, которые в возрасте, не хотят учить эстонский специально. Я могу сказать, да. Да ладно. Я вам говорю. И они говорят, нас притесняют, нам не сдать экзамен. На самом деле, они не хотят его сдавать. Потому что они все равно имеют все те же самые права, которые имеют эстонцы. Все. Кроме одного. Избираться в самый высший орган власти. А все остальное они имеют четко. И поэтому им учить не надо. У них есть серый паспорт, ну, как бы, знаете, иностранца. Но по этому паспорту они могут ездить везде. Так же самое. Без виз, без ничего, да. Но молодые учат, да.